Эй, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в мир моими глазами и сейчас вместе с Норой находимся возле нашего дома. В конце прошлой серии вместе со своей семьей она отправилась в ресторан, в котором они отмечали день рождения Джоди. Но день рождения прошел так себе, потому что Валери и Нейтан успели поругаться, да и у Норы настроение такое себе, и я надеюсь, что сейчас мы сможем ей его поднять. Давайте посмотрим, чем занимается наша семейка Сейлор. Итак, я вижу, что Валери и Нейтан уже нормально разговаривают, серьезно. Что ты кушаешь? По-моему, это опять какой-то носок, причем с чем-то желтеньким, зелененьким, нет, скорее всего это тортик, но почему-то он похож немножечко на носок. Я вижу, что они уже улыбаются, может быть они уже, конечно, помирились, но знаете, было не очень красиво. У Джоди день рождения, вроде бы все должны быть счастливы, а они ссорятся, причем на весь ресторан. А, значит, я опять вижу кучу грязной посуды, ничему я не удивляюсь. Даша, не удивляйся, не удивляйся, это нормально, что здесь лежит грязная посуда. Да ладно, ребят, Артур решил запустить вот этот пылесос? Вы решили поубирать в доме? Серьезно? Я сейчас, если увижу еще и на втором этаже пылесос, который работает, то я буду просто в шоке. Кстати, у Кэтрин тоже прекрасное настроение, я так понимаю, что у них у всех сейчас шикарное настроение, наконец-то они вернулись из этого дурацкого ресторана. Так, 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 вижу еще картинку, нужно будет обязательно ее забрать. Здесь никого нет, давайте зайдем вот сюда. Ну, тут я вижу у нас тусовка из пыльных комочков, вроде бы они пока что дружелюбные, мы можем их аккуратненько запылесосить. Тут у нас ничего кстати. На удивление чисто. Ну, почти чисто. Значит, все остальные находятся на втором этаже. Джоди, если я не ошибаюсь, находится сейчас на прослушивании. Ты куда? Ты идешь наверх, да? Ну, мы тоже хотели бы подняться наверх, поэтому давайте поднимем стеночки. Мы с вами опускаемся аккуратно через крышу. Мы с вами проникаем в дом. И здесь, конечно, тоже очень грязно. Понятное дело, что скрипка стоит просто вот посреди вот этого вот прохода. Плевать, положу скрипку на пол, пусть на проходе стоит. Ну, ничего же страшного. Значит, тут у нас гуляет малыш, тут у нас нет ничего. Слушайте, а по-моему, они малыша с собой вроде как в ресторан не брали. По-моему, не брали. Я могу ошибаться, давно эту серию записывала. Но, по-моему, малыша они не брали с собой. И тут понятное дело, что никого нет, но я вижу, что здесь стоит пылесос. И может быть, хоть кто-то сейчас его включит. Слушай, красавица моя, ты не хочешь включить пылесос? Если ты его сейчас включишь, то я тебя похвалю. Мне кажется, тебе будет приятно. Слушайте, а я не вижу еще одного персонажа. А где Конор? Конор, Конор, ой, Конор в туалете. Хорошо, что мы с вами не влезли в туалет. Ну что, давайте глянем, что не так у нашей Норы. Ну, я вижу, что настроение у нее такое себе, потому что досуг у нее, ну, скажем так, совсем такой себе. Может быть, давайте попробуем посидеть, поболтать с родителями. Пусть она с ними немножко поговорит. Может быть, они как-то, знаете, остудили свой пыл в той разборке. И может быть, уже все в порядке. Может быть, Кэтрин сейчас обсуждает с Валери, что, может быть, не надо было так горячиться. Может быть, у вас все еще будет хорошо. Потому что в последнее время, я обратила внимание, Кэтрин, ну, вроде как, к Валери относится хорошо. Давайте, может быть, мы похвастаемся нарядом. Ну, давай, похвастаемся нарядом. И затем я хочу, чтобы она немножко поболтала с Валери. И сегодня у меня есть одна идейка. Как вы помните, в прошлой серии Нора поняла, что им с Гретой не по пути. Ну, и она решила дать шанс Лукасу. Попробовать пригласить его на свидание и разобраться в своих чувствах. Вообще, он ей нравится, не нравится. Потому что Лукас достаточно часто к нам приходит в гости. Знаете, себя так проявляет. И Кэтрин обожает этого Лукаса. Просто вот всегда с огромным удовольствием с ним болтает. Да и вроде бы Валерии нравится Лукас. Давайте мы и зальем чувства. Скажем, что мы очень сильно напряженные. Хотелось бы сегодня сходить на свидание. Я надеюсь, что нас отпустят. Я надеюсь, что Лукас согласится пойти на свидание. Было бы, конечно, очень здорово. Голова, вернись на место. Как дела у Артура? Артур пошел. Да ладно, садиком заниматься. Эта картина готова. Ребят, забираем картину. Это наши будущие денежки. И, кстати, ребят, я просто в шоке, когда увидела следующее. Я перешла в календарь, чтобы посмотреть, когда у нас у кого день рождения. И почему-то день рождения. У нашей Норы будет теперь в следующую пятницу. Мне кажется, что это немного странно, что он все время переносится. Поэтому я думаю, что мы с вами в воскресенье отметим день рождения нашей Норы. У нас будет как раз день рождения у малыша Кевина. И мы можем, знаете, два в одном. Как раз у нас будет два дня рождения. Потому что почему-то в четверг у нас день рождения не будет отмечаться. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, опять-таки с огромным количеством модов. Потому что мне хотелось, чтобы у наших персонажей было больше самостоятельности. Поэтому они, получается, вот так вот эти моды повлияли, наверное, на наш календарь. Не знаю, может быть, в чем-то другом причина. Конор тоже к нам подсел. Я так понимаю, что все решили скушать тортик, выпить кофе. Но нам нужно, конечно, что-то решить с досугом. Я бы, конечно, хотела попробовать пригласить на свидание Лукаса. Опять-таки, может быть, мы сейчас с ним сходим на свидание. Давай, по идее, почисти зубы, вымой руки. И мы с тобой будем отправляться. Может быть, она сейчас с ним пойдет на свидание и решит, ох, какой ты скучный, я не хочу с тобой время проводить. Либо же, наоборот, она скажет, ммм, а парень-то интересный. Может быть, действительно стоит с ним построить отношения. Потом мы переедем в общагу. Ой, да ладно, смотрите, Джоди вернулась. А почему ты какая-то грустная вернулась? Что у тебя с прослушиванием? А пока непонятно, что с прослушиванием. Чего ты такая грустная? Нет, я помню, что в прошлой серии у нас вылезло окошко о том, что вроде как у Джоди умер какой-то знакомый. Но мне вот интересно, что у нее с прослушиванием. Ну, пока что не ясно. Давай посмотрим, что мы с тобой можем выбрать из одежды. У нас сегодня достаточно прохладно, поэтому давай мы все равно сейчас с тобой переоденемся. Можно взять, например, вот, смотрите, такой свитерок и джинсики. И мы, наверное, с вами знаете, куда сходим? Мы с вами входим в чаепитие по-новому, да? Так же называется то заведение. Давайте посмотрим, где у нас Лукас. Ну вот посмотрите, с Лукасом у нее просто идеальнейшие отношения. Вот просто с точки зрения дружбы просто великолепные. Я бы хотела ему позвонить сейчас, поболтать. И затем, возможно, он согласится пойти на свидание. Мы можем, конечно, его сейчас пригласить на свой участок и как бы намекнуть, что Лукас, я, конечно, хочу с тобой сейчас время провести. Но, понимаешь, у меня так много родственников дома. Никто не хочет никуда идти. Все тусят дома. Может быть, давай мы с тобой куда-нибудь сходим. Ну, короче, что-нибудь такое расскажем. Так, это кто у нас гуляет? Митчелл. Митчелл пусть гуляет. Мы ему позвонили, что-то он не особо стремится к нам приехать. Поэтому ладно. Давайте напрямую скажем Лукасу, чтобы он приезжал к нам в гости. А где Лукас? Куда уже Лукас пропал? Подождите, ребят. Ладно. Допустим. Давайте попробуем пригласить его через мобильный телефон. Запланировать общественно. Нет, нас-то не интересует пригласить на свой участок. А здесь Лукас есть. Я такого еще не видела. Но давайте попробуем пригласить Лукаса. Лукас, ты придешь к нам в гости? Может быть, мы с тобой там поболтаем немножко, проведем время. Сегодня у нас среда, 5 часов вечера. Делать особо нечего. Поэтому приходи. О, Лукас скоро придет. Кто бы сомневался, что он скоро придет. О, а что ты какой-то уже недовольный? Что тебе уже не нравится? Ну что, ребят, давайте попробуем с ним немножечко поболтать. Давайте выйдем его сразу. Встретим. Ветреная погода. Куда ты развернулся? Подожди. Подожди, Лукас. Мы уже бежим. Бегом, бегом, бежим. Бегом, бежим. Надо было, наверное, чуточку теплее одеться. Но я надеюсь, что никаких сейчас проблем не будет. Никто не простудится. Пойдем быстрее. Да потом ты в телефоне позависаешь. Мне кажется, она немножко нервничает. Понятное дело, что с Лукасом у них толком еще не было отношений. Но, но, ребят, а симпатичный вообще Лукас. Вообще парень симпатичный. Давайте попробуем извиниться. Мол, как бы мы с тобой давно толком не пересекались, не болтали нормально. Может быть, сейчас проведем время вместе. Я понимаю, что я была такая вот очень вредная. Но я надеюсь, что мы с тобой сможем сейчас пойти на свидание. Лукас очень нравятся персонажи по имени Нора. Ребята, это точно. Это вот сто процентов. Сто процентов знак того, что нужно его пригласить на свидание. Но сначала нужно немножко с ним пофлиртовать. Чуть-чуть. Потому что, может быть, он сейчас нам откажет. Может, он скажет, извини, я уже девушку встретил. Что ты от меня вообще хочешь? Лукас. Лукас, убери планшет. Я хочу. Я хочу с тобой немножко поболтать. Попробуем пофлиртовать. Ребят. Что? Он ей отказал? Серьезно? Ребята, он ей отказал? Давай попробуем загладить вину. Он отказал во флирте? Лукас? Лукас, а ты чего? Не трогай Мишку. Мишка не виноват. Ребята, я такого еще не видела. У нас же с Лукасом вроде должно было получиться. Попробуй загладить вину. Бегом. Пока Мишку не избили. Быстрее. Быстрее спасай Мишку. Ребята, как такое может быть? А почему? Прости, пожалуйста. Я понимаю, что я была очень вредной и не обращала на тебя внимания раньше. Но мы можем просто с ним, конечно, сказать. Давай похвали его курточку. Скажи, что тебе она нравится. Скажи, что тебе нравятся его ботинки. Не знаю. Мне не очень нравится, ребят. Он опять ей отказал? Серьезно? Ребята, Лукасу вообще плевать на Нору. Последний вариант, ребят. Давайте попробуем с ним позаигрывать. Да-да, нет-нет. Если он сейчас нам откажет, то мы больше не будем с ним пробовать флиртовать. Это как? Это почему? Хорошо, давайте спросим. Может, у него пара есть реально? Может, у него есть пара, а мы к нему клеимся? А ну, расскажи, пожалуйста, у тебя есть пара или нет? У Лукаса нет партнера. Слушай, может, ты как-то неправильно понял. Может быть... Ну, давай попробуем соблазнить. Может быть, ты не понял мои намеки. Я понимаю, что я девушка скромная такая. Давай я попробую еще раз. Валерий и Лесли теперь... Подожди, где Валерия уже успела с собакой познакомиться? Нет. Ребята, ему не нравится наша Нора. Ему не нравится. Он просто посмеялся над ее заигрыванием. Он просто над этим всем посмеялся. Лукас, Лукас! Ладно, допустим. Мы с тобой уже никуда не идем оскорбить. Она решила его оскорбить? Она решила его послать куда подальше. Все. И больше в гости ко мне не приходи. Больше видеть я тебя не хочу. Все. Давай, пока. Окей, друзья мои. С Лукасом у нас не получилось. Давайте пробежимся по другим персонажам. Можем, конечно, попробовать... Ну, Хоакина, я не знаю. Приглашать в гости не очень хочется. Мы можем попробовать пригласить Питера. Но с Питером, ну, я вообще не уверена, что получатся какие-то отношения. Я думаю, что мы его сейчас пригласим. И попробуем сразу же с ним отправиться в чаепитие. Потому что как-то здесь, может быть, он себя как-то неловко чувствует. Что мы находимся возле нашего дома. Он возле своего дома. Это он? Я так понимаю, да? Ну, привет, Питер. Мне кажется, что с тобой, наверное, не стоит сразу же заигрывать. Хотя, ладно, давайте попробуем пофлиртовать. Если он тоже ее пошлет, ребят, это все. Это будет полный попадос, потому что я разочаруюсь. Я разочаруюсь в этих парнях. Они так нравились Норе. И она им нравилась. Вы помните, что они с ней тоже флиртовали? Писали смски, звонили. А тут, получается... Нет? Ты мне не нравишься? Вали отсюда! Чего ты какой-то злой? Чего ты такой сердитый, Питер? Ты тоже со мной флиртовать не хочешь? Что же вы все такие вредные? Ну, хорошо, у нас остается, кстати, Вольфганг. И у нас остается Хуакин. Тоже нет? Ребята, ему тоже не хочется с ней флиртовать? Ну, хорошо. Давай мы с тобой отправимся в другое место. Может быть, там ты себя будешь чувствовать чуточку получше. Нора забежала домой, переоделась. И вместе с Питером они отправились в чайпитие. Во-первых, я надеюсь, что мы сможем, может, какой-то еще классный костюмчик купить. Ну, а во-вторых, я надеюсь, что они смогут тут немного поболтать. А где уже Питер? Куда он уже? А, он пошел к зеркалу. Ну, хорошо. Давайте мы закажем напиток. Я думаю, что чай с шариками и молоком личи. Я надеюсь, что ей понравится этот напиток. И я надеюсь, что они сейчас хоть как-то смогут немного поболтать. Потому что, блин, он какой-то рассерженный, ребят. Он совсем рассерженный. А меня это не очень радует. Можно было бы, кстати, попробовать создать какой-то свой модный образ. А почему бы нет? Нет, Кевин! Кевин! Ну, ты здесь немножечко вот лишний. Надо его успокоить. Ребят, а может быть, у него что-то произошло? Он такой злой. И мы должны ему как-то, знаете, ну, поднять сейчас настроение. Кевин! Кевин! Я понимаю, что ты хочешь с нами поболтать. Ну, давай, да, ты спать хочешь. Вот, давай, иди отсюда. Давай, давай, давай. А кто это сюда пришла? Жаклин? Жаклин, привет. Мы тебя не знаем. А это кто такая? Оливия. Кстати, подростки сюда пришли. Комендантский час. Да какой комендантский час? Мне нужно выяснить отношения с Питером. Подними ему настроение. Ребят, а почему Лукас и Питер ее игнорят? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо, расскажи ему пошлый анекдот. Может, ему нравятся пошлые анекдоты. Не будь таким сердитым. Расскажи, что случилось? Я тебе могу анекдот рассказать смешной и немножко пошлый. Нет, нас знаменитости сейчас не интересуют. Давайте попробуем с ним пока что просто дружелюбно поговорить. Душевно поговорим. Можем дать, конечно, ему совет по отношениям. Не знаю, нафига ему наш совет, учитывая, что у нас еще толком отношений не было. Но мы можем попробовать это сделать. Эм, что-то он все равно недовольный. Что-то ему опять не нравится. Шептать о знаменитости. Не-не-не-не-не. Что-то шутка тоже не удалась. Ребята, мне кажется, что с Питером тоже не сложатся отношения. Хотя вроде бы он относился к нашей Норе неплохо, но все равно как-то, знаете, я вижу, что не складывается. Но мы попробуем. Давайте попробуем его как-то развеселить. Я предлагаю рассказать забавную историю. Может быть, мы ему поднимем настроение и тогда будет... О, ребят, я смотрю, что у нас уже счастливый, приятный разговор. Он у нас, оказывается, активный парень. Ну, хорошо, я попробую еще раз. Сексапильная поза, заигрывать. Давайте попробуем, может быть, пофлиртовать. Эм, уважаемая Элоиз, может быть, вы пойдете... Ой, тут дамочка с пистолетом. Тут дама с пистолетом пришла. Попробуем еще раз. Да-да, нет-нет. Мы ему сейчас смешные истории порассказываем. Смотрите, он смеется. О, Элоиз ушла. Ребята, ну что? Наберемся смелости. Мы попытаемся сейчас с ним пофлиртовать. Три, два, один. Флирт. Пошел. Да ладно, ребята, он уже флиртует. Все, настроение у него шикарное. Голова, вернись на место. Все, 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 ребята, романтика пошла. Давай попробуем сексапильную позу. Конечно, сейчас нашей Нори влетит. Но. Ну, за то, что она опоздала. Но. Мы с вами должны попробовать с ним немножко пофлиртовать. А что вы стали над нами? Нет, стоят себе и смотрят, вы понимаете? Похвали его внешний вид. Скажи, что тебе нравятся его татуировки или вот этот вот котик. На его кофте. Давай еще попробуем. Ребят, ему нравится. Ему приятно это все слышать. Он, конечно, немножко злой, но он кокетливый. Кокетливо-злой. Это звучит немного странно. Давай посмотрим. То они вроде бы счастливые, то нет. Давай попробуем мы еще, наверное, пофлиртовать и все. Больше с ним ничего делать не будем. Мне кажется, что ему не все наши темы интересны. Все? Все? Спасибо. До свидания. Окей. Друзья, как-то прям совсем грустно. Выпей, пожалуйста, этот напиток. Мы попытались. Мы попытались наладить отношения с Питером, но нашей Нори почему-то вообще не везет. Кто тут стаканчик пустой оставил? Я, честно говоря, не знаю, есть ли смысл с ним еще пробовать что-то делать. Можно попробовать с ним еще немножко поговорить. Мы можем еще... Ой, смущенный разговор. Мы можем спросить, есть ли у него пара. Но мне кажется, что у него пары нет. Но меня удивил Лукас, ребята. Я до сих пор в шоке. Он так бегал за нашей Норой. Ну и в итоге просто сказал, что извини, все, пока ты мне не нравишься. Можем попробовать загладить вину. Ну, но мне кажется, что ей это не очень дается. Смотрите, снежок пошел. А она в юбке приперлась. Прекрасно. Тогда мы с вами можем сейчас попробовать, наверное, создать какой-то себе новый образ. И в этом новом образе мы с вами отправимся, конечно же, на занятия. Я хочу, чтобы она сейчас немного поговорила... Давай посмотрим, это же Элоиз? Да, это Элоиз. Мы сейчас ей смешно представимся и узнаем по поводу современных стилей, современной одежды. О, я вижу, тут очень много модников. Все, оставляй его. Оставляй его в покое. Пусть он идет, там, не знаю, занимается своими делами. Зачем надо было все разбрасывать? Иди смешно ей представься. И затем мы с вами подберем какую-нибудь симпатичную нарядицу. У нас есть две тысячи симулионов. Может быть, мы с вами попробуем в плане одежды как-то прокачаться. Так, по поводу тренди мы все знаем. Теперь расскажи, пожалуйста, что у нас есть модного, стильного здесь в заведении, чтобы мы с вами могли это сделать. Расскажи, пожалуйста, что сейчас любит молодежь. Кстати, сюда пришла Джен, сестра Питера. Я бы хотела с ней тоже немножко поболтать. Мне кажется, что можно было бы у Джен узнать, что не так с Питером. Может быть, он недавно с девушкой расстался, поэтому он какой-то немножко грубоватый. Но в любом случае... Ой, ребят, он еще не ушел. Слушайте, как приятно. Он-то еще не ушел, то есть он ждет, когда наша Нора наговорится. И тогда, возможно, она с ним поедет домой. Сейчас у меня дела, но, может быть, я смогу поделиться мудростью позже. Конечно, я вижу, какие у тебя дела. Весь твой мусор, который ты здесь нароняла, уже успели вынести. Поэтому, ну-ка, давай мне рассказывай про модные образы, про модные тренды. И затем я уже буду идти домой. Просто прекрасно. День начинается с дождя и с того, что Нора не успела сходить в душ. Давай мы с тобой сейчас быстренько, аккуратненько всех оббегаем. И попытаемся перед занятиями принять душ, потому что, как вы понимаете, наша Нора самую малость вонючка. А ей бы, конечно, не хотелось сейчас привлекать внимание. Кстати, ей нужно будет поупражняться на беговой дорожке. Но ты пойдешь упражняться чуточку позже. Так, где у нас Ж? Ж, Ж, Ж. Вот это у нас Ж, и здесь у нас есть душевая кабинка. Бегом, прими душ. Ты понимаешь, что тебе нужно срочно сейчас отправляться принимать душ? Давай, давай, давай. Пока за тобой вот эта вот вся толпа не направилась. Давай мы с тобой сейчас сходим принять душ. И затем, ну, наверное, отправимся на беговую дорожку. Кстати, нужно будет посмотреть. Может, сейчас у нас в школе будет кто-то интересный, симпатичный, с кем можно было бы поболтать. Хотя я пробежалась уже по списку наших друзей. И, к сожалению, никого не видела, кто бы мог заинтересовать нашу Нору. Давайте посмотрим, кто пришел на занятия. Ну, понятное дело, что здесь у нас типоза. Ладно, мы вас пока что трогать не будем. А кто у нас тут есть интересный? Значит, здесь у нас Мэдалин ходит, улыбается. Это наши родственники. Подождите, а это кто такой? Марлон Крейн. Ребят, а я его раньше не видела. Но мне кажется, можно было бы с ним познакомиться. А почему бы и нет? Надо будет попробовать. Больше вроде как я никого не вижу. Здесь у нас преподаватель, тут у нас преподаватель. Здесь вообще никого нет. Я так понимаю, что здесь тоже пусто. Ну, в общем, можем подойти сейчас, познакомиться. Не грусти, сейчас все будет хорошо. Видите, настроение уже отличное. К сожалению, утром, когда Нора проснулась, ванная комната на первом этаже, на втором этаже была занята. Она уже как раз отправилась принимать душ. И тут, бац, заходит Конор и стоит полчаса у ванны. Он стоит себе и стоит, и ничего делать не хочет. Ну, и понятная идея, что Нора даже не успела сходить принять ванну. Давай-ка мы сейчас все-таки попробуем подойти к вот этому вот Марлону. Может быть, он захочет с нами пойти сейчас побегать на беговой дорожке. Ой, ребят, тут разборки. Тут какие-то скандалы, разборки. А что уже происходит? Кто уже с кем поссорился? Кто поругался? Слушайте, мне так эта школа нравится. Мне нравится вот этот вот потолок. Ладно, потолок нас пока не интересует. Привет, пока. Ну, ладно, пойдем. О, солнышко наконец-то выглянуло. Я надеюсь, что хотя бы Марлон обратит на нее внимание. Потому что мне становится немножко не по себе. Ну, как-то это действительно странно. Ребята, чего они ругаются? Чего они ссорятся и ругаются? Привет. Здравствуй. Как твои дела? А ты чего такая сердитая, ребята? А может быть, он... Эээ... Подождите. А, у них пока что все еще разборки. Блин, мы даже познакомиться с ним не успели. Мы даже не успели с ним познакомиться. Да я не собираюсь с тобой сейчас стоять, разговаривать. Мы не успели с парнем познакомиться. Я надеюсь... Все-все-все, мы бежим. Мне нравится, директориса стоит такая. Ну и кто собирается сейчас прогуливать? Я за вами слежу. На-ну, быстро всем на занятия. Марлон, а ты со мной в одном классе занимаешься? В одном же классе, скажи, пожалуйста. Давай мы с тобой потом пересечемся после занятий. Да, ребята, они занимаются в одном классе. Это просто шикарно. Я тебя точно раньше не видела. Но я надеюсь, что я тебя еще увижу. Все-все-все, мы уже на занятиях. У нас сейчас урок по предпринимательству. Убери телефон. Ну что же это такое? Ну почему нужно было обязательно... Привет, а можно тебе какую-нибудь записку передать? Мы с ним так и не познакомились. Все-все-все. Я слушаю. Я слушаю урок. Мне очень интересно. Так интересно. Прям очень интересно. Да-да-да-да-да-да-да, внимательно. Я все записываю, читаю, читаю. Ух ты. Ты тоже что-то там записываешь, да? А ну покажи, что ты там записываешь. Да-да-да-да-да, я слушаю. Все, я слушаю. Все улыбаются. У всех чудесное настроение, ребята. Что она хочет сделать с Лукасом? Побить его? Пригласить предмет воздыхания на свидание? Серьезно. Ребят, но Лукас-то не хочет. Нора, хорошая моя. Вообще-то тебе желательно потом переодеться. Он не хочет с тобой идти на свидание. Мы его просили. Мы ему предлагали. Но ты видишь в итоге, как у нас получается? Он ведет себя просто... Здравствуйте. Пришел у нас убирать, понимаете? У нас тут урок очень важный. Мы сидим, слушаем преподавателя. А этот приходит такой, я пойду у вас поубираю. Я вижу, что она немножко проголодалась. Но я хочу все-таки попытаться наладить контакт с Марлоном. Надеюсь, хотя бы мы сможем им представиться. Но понятное дело, что кокетливо представляться в классе мы не будем. Потому что мне кажется, что если мы сейчас это сделаем кокетливо, и он нас пошлет на три буквы, то будет как-то, наверное, очень глупо перед остальными учениками готовиться к экзаменам. Какие экзамены? Мы бежим кушать! Быстро, быстро, быстро. Давай закажем обед старшего ученика. А что, мы с вами не старший ученик? Бегом побежали. Мы немножечко сейчас с вами стесняемся. Мы не можем пока с ним поздороваться. Пока! Я к тебе скоро вернусь, я только поем. Тебе надо переодеться. Я надеюсь, что в школе у нас вроде как тепло. Никто не мерзнет, поэтому мы с вами можем выбрать какой-то наряд, который есть у нашей Норы. Вот, например, она может выбрать простой стиль. Что у нас тут есть? Модная девушка. Вот, прекрасно. Она будет ходить вот в такой вот рубашке, в джинсах и красных. Ну, это же вроде красные ботинки. Ну, будем считать, что они красные. А где наш... Ой, ребята. Он как раз рядышком. Он что, то же самое взял? Обед младшего ученика? Ну, почти то же самое. Давайте мы все-таки попытаемся с ним как-то сейчас, ну, пофлиртовать кокетливо. Не хочу здесь. Надо куда-то отойти. Ты хочешь еще что-то заказать? Так, он уходит, уходит, уходит. Ты хочешь прям тут съесть, да? Правильно? Нет, 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 нет. Правильно, плохой столик. Сядь за другой. Что ж такое? Ладно. Была не была. Попробуем ему кокетливо представиться. Нора, не бойся. Нора, не бойся. Все будет хорошо. Мы тебя поддержим. Привет. Здравствуй. Как твои дела? Эм, что-то он, по-моему, не обратил внимания на наше здравствуй, как твои дела. Привет, а что ты кушаешь? Такое все аппетитное. Ребят, по-моему, ему было приятно с нами познакомиться. Вот это. Да не ругайся ты. Класс. Тут директриса, тут преподавательница. А она ругается. А чего она кричала? Ребята, а почему она на него сразу накричала? Зачем ты кричишь на Марлона? Он же ничего еще не сделал. Извинись. Извинись, быстренько. Извинись, а то это как-то очень странно все выглядит. Ты к нему подсела, пытаешься пофлиртовать, а потом такая... Я пойду на него накричу. Ты хочешь тортик? Я тебя могу тортиком угостить. У меня, правда, его с собой нет, но я могу как-нибудь его приготовить. Блин, ну я не хочу сейчас с ним флиртовать. Давайте, может быть, мы... Мы его даже добавить не можем сейчас в нашу компанию, потому что... Ну, вы же понимаете, у нас сейчас занятие. Мы должны попробовать его успокоить. Все спокойно, все будет хорошо. Я немножко переборщила, у меня настроение плохое. Душевно, давай с тобой поговорим. Но почему всем нужно было к нам подсесть? Ну почему нельзя было сесть в какое-то другое место? Третий уровень навыка обаяний. Поделись с ним фотографиями. Можно было бы, кстати, пойти... Блин, там дождь идет. Пойти поиграть в настольный теннис. Хотя, смотрите, солнышко уже выглянуло. Ну, может быть, он не откажется. Будем считать, что у нас тут грибной дождик. Давай поиграем в пинг-понг с... И где наш новый товарищ? Новый товарищ Марлон. Пойдем, Марлон, пойдем поиграем с тобой вместе. Вот смотри, какие классные фотки. Вот это я играла в пинг-понг с подругой. Давай-ка мы с тобой пойдем поиграем. Не знаю, согласится он или нет, но было бы прям здорово. А то мне не очень нравится, что они тут стоят. Хммм... А вот это уже неплохо. Мне не нравится, что они тут стоят перед всеми, разговаривают. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они куда-то отошли. Ты идешь со мной играть, да? Ты идешь со мной на улицу. Идет. Ну, вроде как идет. Слушайте, он улыбается. Значит, ему понравилась наша Нора. Значит, может быть, мы хотя бы его сможем на выпускной пригласить. Просто очень хочется, чтобы с нами на выпускной пошел все-таки парень. Ну, не как прям наш бойфренд, но, может быть, наша симпатия. Все, проиграл. Ха-ха-ха. Потому что получается очень странно, что наша Нора в итоге, ну, пытается с одним завести отношения, с другим познакомиться, поболтать. А затем мы никого не можем пригласить даже на выпускной. Где? Где Шарик? Куда Шарик пропал? Где Шарик? Класс. Вышли мы с вами на улицу, а уже звонок прозвенел. Это просто бимба. Пойдем, 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 пойдем. Оставляй, это все. Все, пойдем, пойдем. Вы видите, что она уже устала. У нее уже бодрость упала. И, конечно, с Марлоном она смогла немножечко поболтать. Вроде бы у них есть что-то общее. Подождите. Так у них, кстати, отношения-то очень даже неплохие. И, между прочим, обратите внимание, что он к ней относится, ну, очень даже по-дружески. Можно немножечко задержаться после занятий, попытаться с ним еще время провести. А что, учитель опаздывает? Ну, я знаю, что звонок только для преподавателя. Нет. Она не опоздала, и она не заболела. Она пришла на занятие. Мы с вами не готовились к экзаменам. Ничего не делали. А что у нас, кстати, сейчас за урок? У нас урок по иностранному языку. Давайте будем потихонечку на него посмотреть. Куда ты пошла? Ребята, вот сейчас будет весело. Сейчас она пойдет себе куда-то гулять. И, понятное дело, что наткнется на директрису, да? Хейли, ой, зря. Ой, зря ты пошла. Что, за компьютером сидеть? Ребята, она пошла сидеть за компьютером. Она пошла сидеть. И директриса идет сюда. Нет? Не идет? Фух. Вот это просто повезло. А, она пошла что-то заказать. Мне кажется, ей сейчас попадет. Слушай, директриса выходит, ребята. Сейчас будет не очень приятно. Объявление из громкоговорителя. Из громкоговорителя звучат объявления. Нора не интересуется погодой или грядущими мероприятиями. Пока нет занятий. Самое время послушать любимую музыку. Давай лучше объявление послушаем. К удивлению всех присутствующих, объявления на этот раз оказались весьма полезными. И Нора узнала что-то новое о своих одноклассниках. Ребята, а почему она ее не поймала? Как такое может быть? Ты сядь сюда. Че ты встала? Сесть. Ну, прекрасно. Конечно, тебе нужно было ей место уступить. Правильно. Тут же занято. Мне нравится, что Хейли пришла с напитком. Холодный зеленый чай с шалфеем. Ну да, нельзя же было подождать до перемены. Десять минут остается. Я хочу, чтобы Нора сейчас попыталась немножечко поболтать с Марлоном. Ну и затем будем, конечно, отправляться с вами домой. Потому что, как вы видите, бодрость у нее упала. И, конечно, желательно сегодня нам все-таки где-то не гулять особенно долго. Потому что, вы же помните, прошлый вечер она достаточно долго была на вот этом вот якобы свидании с Питером. И, конечно, маме это не очень понравилось. Я хочу, чтобы они сейчас немножко душевно поговорили. Ну и затем мы с вами будем отправляться домой. Можем спеть про праздник. Я не знаю, пригласит он куда-то нашу Нору или нет. Нора сегодня поразила учителей. Узнала много нового. А, так все у нас сегодня поразили учителей? В принципе, я не удивлена. Ну, поразили, это хорошо. Хотелось бы пойти погулять. Но, понимаете, там такой дождь идет. Такая не очень приятная погода. Давайте мы расскажем ему какую-то городскую легенду. И можем попробовать, ребят. Давайте попробуем с ним позаигрывать. Как он на это отреагирует, я не знаю. Сделаем вид, что мы решили его там похвалить. Может быть, скажем, что... Может, у тебя там классные кеды. Или еще что-то. То есть так вот слегка. Вот, я же говорила про обувь, скажет. Ага. Ему было приятно. Ну, раз ему было приятно, все. Все, я довольна. Кстати, смотрите, ребята, впервые. Впервые у нас появилась хоть какая-то романтика. Кстати, а мы можем его пригласить на выпуск? Давайте попробуем с ним еще немножечко... Ну, пофлиртовать. Где у нас тут флирт? Куда делся флирт? Флиртовать. И затем мы можем попробовать... Нет, про пару точно спрашивать не буду. Но задавать рискованный вопрос. Поцеловать, поцеловать. Нет, это как-то прям чересчур. Ребята, так он, по-моему, в нее влюбился. Он, по-моему, в нее влюбился. Ну, хорошо. Давайте попробуем пригласить его на выпускной. В качестве друзей. Ну, я думаю, что лучше мы с вами вообще плакат подготовим. Ну, и тогда попробуем его пригласить. Мне кажется, что просто так говорить, эй, пойдем со мной на выпускной, ну, не очень правильно. Смотрите, он смеется, он веселится. То есть ему с ней нравится болтать. Вот то, что я и говорила. Пообещать не идти на выпускной месте. Это не то. Просить совета. Но нас это не интересует. Кстати, мы должны его сейчас добавить в нашего кролика. Значит, открываем кролик. Мы должны его в друзья добавить. Друзья, друзья добавить в список контактов. А где этот наш новый друг? Кетри? Ну, вас всех мы приглашать точно не будем. Вы меня тоже все не интересуете. Марлон. Мы его добавили. Мы можем теперь сообщение. Нет, сообщение не будем. Давайте новый пост сделаем. О новом наряде. Сообщение о возбуждении. И затем я хотела бы отметить персонажа. И давайте выберем Марлона. Кокетливое сообщение ему отправим. Сердцу не прикажешь. А мое сердце начинает бешено биться. При виде тебя, Марлон. Ничего себе! Только познакомились, а сердце уже начинает бешено биться. Ну, все. Мы с тобой поговорили. Мне было, конечно, очень приятно. Но мне нужно уже бежать. Давай будем отправляться домой. Потому что мы можем задержаться. И нам, конечно же, это делать сейчас не стоит. После школы Нора вернулась домой. Немного отдохнула. В 8 часов вечера ей позвонила Джен. И пригласила в гости. Давайте посмотрим, в каком доме она живет вместе со своей семьей. Мы с вами заходим. И сразу же видим Питера. Как думаете, это он спешит встретить нашу Нору? Или же он просто куда-то отправляется погулять? Ну, ладно. Продолжаем нашу экскурсию. Мы с вами проходим вот сюда. И попадаем сразу же в мейн-бедрум. По соседству находится еще одна спальня. Проходим с вами чуточку дальше. И здесь ванная комната. Здесь у нас гостиная, кухня, столовая. Общая такая вот большая комната. И здесь сидит мама Питера и Джен. И смотрит телевизор. Поднимаемся с вами на второй этаж. И вот это комната Питера. Она достаточно темная. Как вы видите, у нас тут черный, темно-синий. Но есть вот такие вот яркие салатовые элементы. Ну, а здесь находится комната Джен. Посмотрите, какая она яркая. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, наша Нора будет немножечко ей завидовать. Ну, вы сами знаете, в какой комнате живет наша Нора. И что-то мне подсказывает, что она, конечно, тоже хотела бы иметь вот такую вот комнату. Кстати, а кто это у нас тут стоит? Джеймс. Джеймс – это отец Питера и Джен. А вот это Эмбер. По-моему, это сестра Питера. Если я не ошибаюсь, давайте, может быть, мы ей смешно представимся. А то мы как бы в гости пришли, а до сих пор еще не сказали здравствуйте. Куда идет Питер, ребята? Как вы думаете, он подойдет сейчас к Норе или нет? Да! Он подошел к Норе. Ну, не совсем подошел к Норе. Он вроде как присоединился к разговору, но он даже не смотрит на Нору. Он даже на нее не смотрит. Ну, хорошо, давай мы узнаем, как твой день прошел. На самом деле, мы, конечно, пришли в гости к Джен. А, у них там, ребята, своя атмосфера. Они разговаривают. Ну, ладно. Питер вышел, сказал здрасте, развернулся и ушел. Девочки, я думаю, что нужно заходить, наверное, внутрь. Давай похвастаемся немножечко нарядом и давайте будем заходить. Хотелось бы, конечно, чуть больше времени провести с этой семьей, потому что... Вау, ребята! Давайте посмотрим. Я так понимаю, что Питер занимается музыкой, но что-то мне подсказывает, что он немножечко стесняется. Может быть, он пока не готов показывать нашей Норе, какую музыку он любит играть. Хотя, может быть, сейчас он согласится нам что-нибудь интересненькое поставить. Он разговаривает с мамой. Ладно, не будем этим двоем мешать. Я бы хотела, может быть, чуточку получше, конечно, узнать Джен. Хотелось бы с ней провести время. Ну и заодно, знаете, как-то намекнуть Питеру, что, мол, мы такие хорошие. Может быть, обрати, пожалуйста, на нас внимание. Шутить. Нет, мы не будем распускать неприятные слухи, спорить о грязной обстановке. Не-не-не-не-не. Нам это точно не нужно. Давайте, может быть, мы просто душевно с ней поговорим. Мне бы, конечно, хотелось еще поближе узнать их сестру, но пока что мы это сделать не можем, потому что она ушла по своим делам. Видимо, ей хочется чем-то другим позаниматься. Слушайте, Джессика решила выступить перед нами. Серьезно, она любит... А, она просто музыку включила. Я-то думала, что, может быть, Джессика тоже увлекается музыкой. Представляете, у нас такая вот необычная семейка. Хочется, конечно, с Питером немного поболтать. Вот самую малость. А, ребят, так вот в чем проблема. Он постоянно ругается со своими родственниками. Может быть, поэтому он постоянно такой, знаете, немножечко рассерженный. Постоянно у него плохое настроение. Но мы же сейчас ничего не будем ему говорить. А куда ты пошел? Питер, ты куда пошел? Ты пошел гулять? Ну, нет, не говори, что ты пошел гулять. Мне так хотелось бы провести с ним время. Давайте мы поделимся с ней каким-нибудь секретом. Я не хочу, чтобы они сейчас куда-то ушли по своим делам. А мы в итоге, знаете, остались бы одни с родителями Питера и Джены. И это выглядело бы как-то немного странно. Я хочу, чтобы девочки сейчас поднялись на второй этаж. Давайте, может быть, здесь немножечко посидим, поболтаем. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы, знаете, Нора сейчас себе сама устроила такую вот экскурсию. И мне кажется, что ей этот дом очень даже может понравиться. А если ей понравится такой дом, видите, он большой по сравнению с нашим небольшим домиком. Вот он наш, ну как, относительно небольшой домик, учитывая, что здесь живет всего пять персонажей. А у нас здесь живет целых девять персонажей. Понятное дело, что Нора захотела бы себе такой же огромный дом. И я думаю, что это ее подтолкнет к тому, что нужно, конечно, стремиться заработать побольше денежек. И, возможно, когда-нибудь она тоже сможет позволить себе такие крутые апартаменты. Ну, по крайней мере, ей показалось, что дом очень классный, большой. И хотелось бы, конечно, и себе такой дом иметь, и хотелось бы в такой комнате жить. Посмотрите, какая она крутая, фонарики, подсветка. То есть, конечно, Норе бы очень хотелось бы жить, конечно же. Каких шептать нежностей? Не-не-не-не-не. Давай мы с тобой просто, дружелюбно, душевно поговорим. Ну что, друзья мои, в этой серии наша Нора пыталась разобраться в своих чувствах. И как-то все получилось криво-косо-непонятно. Но что будет дальше и как пройдет выпускной, мы с вами узнаем уже в новых видео. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.